Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу Судей. Заключительные три главы, 19, 20 и 21, являются вторым эпилогом. Первый эпилог охватывал предыдущие две главы, 17 и 18, где говорилось о Мехе и о Левите и о сооружении святилища в Дане. 19 глава начинает следующий, последний, заключительный уже эпилог и разбивается этот эпилог на две части. Первое — это грех жителей Гивы, Гива Саулова, 19 глава, а 20 и 21 — это истребление колена Вениаминова, гражданская война между коленами израилевыми. Собственно, этой гражданской войне поводом как раз и послучило это преступление, которое совершили жители Гивы. «В те дни, когда не было царя у Израиля» — опять глава начинается тем же уже знакомым нам рефреном. Первая часть этого рефрена здесь присутствует, вторая часть — «каждый делал то, что ему казалось справедливым». Этих слов здесь нет. Значит, «в те дни, когда не было царя у Израиля» — это был долгий период, период предмонархический, охватывает несколько веков, собственно говоря, вот этим векам посвящена книга «Судей». «Жил один левит на склоне горы Ефремовой. Как и в предыдущем случае, имя этого левита, другого уже левита, не называется». Вот мы встречались с левитом в предыдущих двух главах 17 и 18. Вот здесь еще один левит безымянный. «Он был с горы Ефремовой, жил, вернее, там, на склоне горы Ефремовой, на горе Ефраима — это центральная часть Святой Земли. Он взял себе наложницу, пилэгеш, из Вифлеема Иудейского, Бейт-Лехем, город, из которого произойдет Давид и его потомки». Вообще здесь не случайно упомянуты, конечно, в этой главе и Бейт-Лехем, и Гив-А. Гив-А была столицей царя Шауля, а Бейт-Лехем — это родина Давида. Некоторые ученые видят здесь полемику, как бы фоном служит для этой главы, полемика между коленом Ягуды и коленом Беньямина, а может быть между сторонниками династии Шауля и сторонниками династии Давида. И так и эдак может быть, вполне возможно. Поэтому, говорят, ученые эти главы могли и появиться в составе книги Судей. Наложница тоже по имени не называется, но говорится о том, что она поссорилась, с ним произошла семейная ссора у них, и ушла от него в дом отца своего, в Бейт-Лехем Иудейский, и была там четыре месяца. Поссорились, вот она психанула и ушла. Муж ее, если она наложница, не значит, что у него нет никаких обязанностей по отношению к ней. Вот, даже если она не полноправная жена, она все равно жена, хоть и наложница. И поэтому он имеет определенное право называться ее мужем. Муж ее встал, вот этот самый левит, и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. Типичное библейское выражение «поговорить к сердцу». Вспомним книгу Осии, где говорит пророк «я увлеку ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Там, где Осия изображает собой Бога, там Гомер, его жена, изображает собой израильский народ. Супружеская метафора, собственно, центральная метафора в книге Осии пророка. Вот здесь, там тоже это же выражение «буду говорить к сердцу ее». И возвратить ее к себе. Вот там то же самое в книге Осии. Можно считать, что к третьему стиху 19 главы книги Судей служит параллелью 2 главы книги 1 и 2 главы книги Осии. «С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего». Вот это вот наложница. Отец этой молодой женщины, увидев его, левита, «с радостью встретил его и удержал его, тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него дня три. Они ели и пили и ночевали там». Хорошо, хороший прием оказал отец. В общем-то, помирились они, супруги. «В четвертый день встали они рано, и он встал, чтоб идти». Вот гостеприимство было оказано отцом. Три дня ели и пили, ночевали. Настало время ступать во своясь. «И сказал отец молодой женщины, зятю своему, подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Здесь как бы содержится объяснение того, почему они замедлили, мешкали. Дорога дальняя. Вот от Бейтлехама до Иевуса, до Иерусалима, девять километров. И потом еще они пошли дальше, еще примерно столько же, может даже чуть больше. То есть это довольно большое расстояние для одного дня пути, и даже если ехать верхом на ослах. «И сказал, да, подкрепите, подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. «И сказал отец молодой женщины человеку тому, останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На пятый день встал он поутру, чтобы идти. «И сказал отец молодой женщины той, подкрепи сердце твое, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они. «И встал тот человек, чтобы идти, сам он наложница его и слуга, его». Их трое. «И сказал ему тесть его, отец молодой женщины, вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйста, вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое, завтра пораньше встанете в путь ваш, и пойдешь в дом свое вино, веселить сердце человека. Хлеб укрепляет сердце человека». Когда человек вкушает, ест и пьет, запивает еду вином, или наоборот, закусывает вино хлебом, тогда его сердце радуется, его сердце веселится. Типичный образ выражения в Библии. «Но муж не согласился ночевать». Значит, к вечеру день преклонился, уже пятый, они там, он не соглашается ночевать, несмотря на то, что путь долгий предстоит. Потом, где ночевать-то? Он навьючивает ослов, и наложницы его с ним отправляются. «Но муж не согласился ночевать». Десятый стих встал и пошел, и пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов, и наложницы его с ним. Город Ярушалаем, будущая столица Давидова, царство, царство иудейского, эта столица прежде называлась Иевуз, поскольку там жило племя Иевусеев, это был город Иевусейский, и израильтянам этот город захватить не удалось, он был неприступным для них. И первый, кто его захватит, будет Давид. Давид для этого использует искусственную систему водоснабжения, и вот применив такую военную хитрость, он поднимется в верхнюю часть города по одному из таких туннелей, что ли, которые ведут вглубь к водоему. Но это будет история еще не скоро, она произойдет в настоящее время, в то время, которое описывает, описывается здесь в книге судей, город Иевус, Иерусалим, это город языческий, город Иевусейский, Иевусея, одно из семи ханонейских племен. Когда они были близ Иевуса, будущего Иерусалима, день уже очень преклонился. И сказал слуга, то есть к вечеру дело шло, и сказал слуга господину своему, зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем. Пока городские ворота не затворились, они еще открыты, с заходом солнца ворота затворяются до рассвета, значит ворота еще были открыты, значит солнце еще не зашло, осталось совсем немного времени, чтобы принять решение, зайти в город Иевус или не заходить. Господин его сказал ему, нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы. Гива здесь вот впервые упомянуто в этой главе. Гива, она потом будет еще, это название дополнено другим словом, Гива Шауля, Гива Саулова, столица, условно так можно сказать, столица Саула. Саул будет, первый царь Шауль, будет иметь в своей резиденции вот эту самую Гиву. И сказал слуге своему, вот этот левит, дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме. Рама тоже неподалеку оттуда находится, Иевус, город Иевусейский, А вот Гива и Рама, это уже города, чуть севернее Иерусалима, города колена Вениаминова, там живут вениамитяне. И вот рассудил этот человек, левит, не ночевать у иноплеменников, лучше идти к своим братьям. Он был ефремлянином, вернее происходил, жил в колене Ефремовом, на горе Ефремовой, и вот он шел из Вифлеема Иудейского, и чтобы попасть к уделу колена Ефремова, нужно проходить удел колена Вениаминова. Между коленой Иуды и коленом Ефремова Ефремовым находится колено Вениаминова. И пошли и шли, и закатилось солнце под Легивы Вениаминовой. Несколько километров от Иевуса до Гивы, и солнце, наконец, закатывается, садится. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве, Гива город. И пришел он и сел на улице в городе. Успели они еще перед закрытием городских ворот, на ночь всегда в городе ворота затворялись, успели они зайти в город и оказались на улице в городе. Но никто не приглашал их в дом для ночлега. Но найдется один человек, который их пригласит, но он будет не представителем колена Вениаминова. Об этом мы читаем дальше в 16 стихе. И вот идет один старик с работы своей, с поля вечером. Жители города часто имели в пригородах земельные наделы, огороды, сады, поля, обрабатывали их. И вот с поля вечером идет человек, старик. Он родом был с гори Ефремовой и жил в Гиве. Он был земляк этого левита, получается. Тот был, как мы читали в первом стихе, жил на склоне горы Ефремовой. И этот старик тоже с горы Ефремовой. Жители же места того были сыны Вениаминовы. Колена Беньямина, но у них живет в их городе представитель колена Эфраима, Ефремлянин. Этот старик тоже не назван по имени. Вот он их приглашает в дом. Он оказывает им гостеприимство. Вот жители Гивы гостеприимства не проявили. Гостеприимство, которое очень высоко ставится в Священном Писании, в Библии. Вспомним гостеприимство Авраама, которое, как сказано в Новом Завете, видимо, намек на вот эту историю с Авраамом, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Вот Авраам, не зная, оказал гостеприимство, думая, что принимает людей, принял ангелов божьих. А вот эти жители, нечестивые, они не оказали гостеприимства. Но окажет гостеприимство этот старик Ефремлянин. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик, куда идешь и откуда ты пришел. Значит, происходит встреча вот этого старика Ефремлянина, у которого дом в Гиве Вениаминовой, и вот этого самого Левита с его слугой и наложницей. Он сказал ему, Левит сказал этому старику Ефремлянину, мы идем из Бейтлехема Иудейского, к горе Ефрема, откуда я. Я ходил в Бейтлехем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. Ну, дальше история развивается. Ну, продолжается сначала речь вот этого Левита. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка. То есть, если нас, говорит он, приняли бы на ночлег кто-то из жителей этого города, мы не нанесли бы ему урона. У нас все с собой. Сухой паек и даже есть вино. Для каждого из нас есть чем подкрепиться. И для ослов есть солома и корм. Постелить им солому и накормить кормом. Можно и ослов. Старик сказал ему, будь спокоен, весь недостаток твой на мне. Только не ночуй на улице. Старик говорит, я вам сам дам и хлеб, и вино, и скотине вашей дам корм. Только не ночуй на улице. Действительно, это большой позор и стыд, если человек остался, иногородний человек, остался ночевать на улице города. Его никто не приглашает к себе в дом. Вспомним, что такая же история произойдет и в Евангелии, когда для святого семейства, для Иосифа, для Марии не найдется места во Святом Граде Иерусалиме. И не найдется места в Вифлееме, в Бейтлехаме. И они вынуждены будут ночевать в пещере. Дальше мы читаем о том, что, 21 стих, этот старик ввел его в дом свой и дал корму ослам, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Обычные знаки гостеприимства. Гостю подается вода для омовения ног гостям. Предлагается трапеза. Явно они ели и пили не свою еду, а то, чем угостил их старик. Навряд ли бы этот благочестивый старик, очень гостеприимный, позволил бы им есть то, что у них было с собой. Закон, священный закон гостеприимства, повелевает, что каким бы ни был скуден твой стол, с гостем надо разделить всю твою трапезу, все, что у тебя есть. Но как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику-хозяину дома, «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Эта история очень похожа на то, что описывается в 19 главе книги «Бытия», где жители Содома, узнав, что к ним пришел один из людей, один из тех как раз людей, на самом деле ангелов, которые говорили до этого с Авраамом, вошел в дом Лота, дом которого был житель среди других домов жителей Содома. Они также окружили этот дом, стучались в двери и говорили, «Выведи человека, который пришел к тебе, вошел в твой дом, мы познаем его». Здесь священный писатель добавляет, что они были люди развратные. Глагол «познать», мы познаем его, «ладаат», в данном контексте означает, что может означать. «Мы», говорят жители вот этой гивы Сауловой, будущей Сауловой, «мы изнасилуем его в извращенной форме». Вот что это означает. Вот здесь противопоставляется этот добрый старик гостеприимный и нечестивые жители этого города. Так же, как в книге «Бытия» противопоставлен праведный лот нечестивым жителям Содома. И подчеркивается гостеприимство одного и негостеприимство других. Гостеприимство чрезвычайно высоко ставилось в эпоху библейскую и на Востоке ставится сегодня чрезвычайно высоко. Гость в доме, хозяева этого дома видят в гости господина. Они стараются ему послужить, услужить. В этом и проявляется их праведность. Гостеприимство заповедано и является делом праведным, принять гостя, даже если это человек незнакомый тебе совершенно. А вот для нечестивых людей гость – это добыча. Гость – это добыча для исполнения своих извращенных желаний. Как здесь, в Гиве, так и когда-то было в Содоме. Ну, с Содомом все понятно. Это иноплеменники, язычники, идолопоклонники. Но здесь-то Гива Вениаминова – это же народ Израиля. Это же народ, который с Богом в Завете. В Завете в одной из заповедей Господних сказано «люби пришельца». И тем более гостя, который пришел к тебе в дом твой. Надо относиться к нему с гостеприимством, а не так, как эти нечестивые жители. Отнеслись к гостю своего города. Что же делает хозяин дома? Он ведет себя, как настоящий герой. Он защищает своих гостей. Он их не выдает нечестивым жителям города. Это было бы величайшим позором и несмываемым на все годы его оставшейся жизни, его детей, внуков, если бы он исполнил нечестивое желание этих разращенных жителей города. Открыл бы дверь и вытолкнул гостя к ним на растерзание. Но хозяин дома поступает как человек благочестивый и настоящий герой. Он вышел к ним, к этим людям нечестивым, и сказал «нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом, не делайте этого безумия». «Невала» переводится здесь через безумие. Есть человек с именем Навал, нечестивый Навал, жена которого была этого Навала благоразумная. История, связанная с Давидом. В первой книге «Царство записанная история». И там мы помним эту историю, как Навал был наказан. Странно, конечно, что человека звали таким именем. Наваль, Навал. Но вот здесь то же самое слово, только производное от этого же самого корня. Навал. «Нун бет ламет» и здесь «невала», «безумие». «Безумие» не совсем может быть точный перевод, а «мерзость» лучше всего перевести. «Мерзость» или «нечестие». В псалмах, например, мы встречаем такую строку. «Рече безумен в сердце своем несть Бог». Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. В еврейском оригинале «Амар наваль» – «эйн элогим». Наваль – это нечестивец-безумец. В его представлениях, в его отношении к жизни Бога нет. Он ведет себя как практический атеист. Вот эти люди, они были нечестивыми, проявляли нечестие и хотели совершить эту мерзость. А хозяин дома призывает их – не делайте этой мерзости. В синодальном переводе – безумие. «Невала». И дальше говорит. «Вот у меня дочь-девица, а у него наложница. Выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно. А с человеком сим не делайте этой невалы, этого безумия». Ну, наложница – понятно. Но дочь свою хочет им отдать на растерзание. «Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу, то есть этот самый левит, и вывел к ним на улицу. Они познали ее, то есть изнасиловали ее в извращенной форме». Познать. Глагол «ладаат» – именно это здесь, в этом контексте, означает изнасиловать. «И ругались над ней всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари». Значит, дочь не потребовалась этому старику выводить, а вот его предупредил своей решительностью левит, вывел к ним свою наложницу. «И пришла женщина пред появлением зари, восходит солнце, и упала у дверей дома человека, у которого был господин ее, и лежала до света. В изнеможении она лежала, и она там и умрет. «Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой». Заметим, что все вот эти нечестивые дела, и в случае с садомлянами, и в случае с жителями Гивы, они совершаются ночью. При свете дня, видимо, они их не совершали, такие злодеяне. «И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей, встань, пойдем». Но ответа не было. Добавляет переводчик русский. «Потому что она умерла. Он положил ее на осла, ее труп, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож и взяв наложницу свою». То есть он пришел к себе домой на склон горы Ефремовой. «Разрезал ее, по членам ее на двенадцать частей и послал во все пределы Израилевы». Интересное он совершает действие такое. Расчленяет труп этой самой наложницы и посылает ее во все пределы Израилевы. В каждое из колен посылает по одному куску ее тела. Кому руку, кому ногу, кому голову и так далее. Двенадцать частей. Ну, видимо, с каким-то пояснением, потому что иначе, ну что, ну пришла тебе там рука, нога, посланник тебе принес, да? Что, как это-то наш, как-то объяснить? Поэтому, наверное, какое-то объяснение было всему этому давалось. «Всякий, видевший это, говорил», то есть получатель вот этой посылочки. «Не было и не видано было подобного сему, а дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня». Неслыханных преступлений не бывает. Всегда найдется какой-то аналог любому преступлению, которое совершается. И в наши дни тоже. Совершаются такие же самые преступления порой, и мы читаем об этом в той или иной газете или слышим в том или ином выпуске новостей. Но в Израиле до сих пор подобного не происходило. Да, это было в Содоме, но это было не среди сынов Израилевых. Вот это двойное чрезвычайное преступление, двойное причем преступление, это негостеприимство, во-первых, когда гость становится добычей нечестивых горожан. И второе, это тот грех нечестия, который именуется нарицательно содомским грехом. Вот, подобного сему, говорят они, каждый причем, говорит, не было в израильском народе со времени выхода из земли египетской до сего дня. Вот и израильтяне тем самым уподобились нечестивым содомлянам. Точнее, не все израильтяне. Израильтяне были удивлены, обескуражены этим грехом, который совершила их братское колено, жители города Гивы, венямитяне. И они говорят друг другу, обратите внимание на этого, посоветуйтесь и скажите. А что, о чем посоветоваться и что сказать? То есть, к чему призывает их этот самый левит? Призывает их к солидарности все колено перед совершенным преступлением. В Израиле, в одном из колен израилевых, совершено доселе в Израиле неслыханное преступление. У других народов, да, все что угодно творится. Но вот это же самое преступление, которое до того совершалось в других народах, вдруг совершено в святом народе Божьем в Израиле. Нечто неслыханное, невиданное. И левит, расчленивший свою наложницу и пославший куски ее тела во все пределы Израиля, во все 12 колен, призывает тем самым израильтян, старейшин Израиля, к принятию какого-то солидарного решения перед лицом этого преступления. Это преступление жителей Гивы не должно остаться ненаказанным. Жители Гивы должны понести наказание. О том, каким будет это наказание, мы узнаем из следующей, 20 главы. Запись делается на портале Экзегет.